Якубович хочет знать, почему Мохаммад сбривает усы, а ты нет. Говорят, у вас разные течения. Нас, чеченцев, в Чечне терроризируют российские чиновники, российские войска, российские полицейские, российские власти нас терроризируют. Про кого ты, кто это наши, ваши? Поясни, пожалуйста, этот момент. Томсо, какой смысл было воевать с Россией и отправлять на тот свет 30% чеченцев? По-моему, это было очень глупым шагом и показало незрелость чеченского правительства. Власть Кафырова – это королевство кривых зеркал. Смотришь на все это и понимаешь, ведь ничего нет настоящего. Ложь на лжи. Показуха... Что скажешь о том, что Хамзат Чимая признал ошибку в высказываниях в сторону Хабиба? Видел? Считаешь, что было искренне? Считаешь, что Кадыров на него плохо влиял? Да нет, я... Что я по этому поводу думаю? Да ничего. Если признал, это хорошо. Насколько это искренне, этого я не знаю. В сердца заглядывать мы не умеем. То, что признал, это хорошо. Томсо, ответь уже про усы. Они тут людей больше, чем усы Якубовича интересуют. Что за вопрос про усы? Что вас интересует? Усы Якубовича. Очень важно. Томсо, что там по усам? Якубович хочет знать, почему Мохаммад сбривает усы, а ты нет. Говорят, у вас разные течения. Это, кстати, интересный вопрос. Надо будет разобраться. Видимо, мы действительно в разных мазабах находимся. Честно говоря, у меня не возникало никогда вопросов, почему мой брат усы сбривает. Может, у него не растут. Кто его знает. По-моему, это вопрос, который нас должен меньше всего волновать. Абдурахманов, ну согласись, брат, в Европе же боятся длиннобородых мусульман. Зачем лишний раз привлекать внимание? Тем более, борода не принципиальная вещь в нашей религии. Можно чуть-чуть покороче носить. Это неправда. В Европе не боятся бородатых длиннобородых мусульман. Ну, может, в каких-то странах Европы такое есть. Я не встречал. В тех странах, где я был, никаких проблем нет с ношением бороды. В России есть проблема. В России на тебя обращают внимание. Это является каким-то признаком того, что ты, возможно, имеешь экстремистские взгляды. Возможно, ты член какой-то группировки. Это в России так. В европейских странах нет никаких проблем. Ходи как хочешь. Носи бороду какой хочешь длины. Это не поставит тебя даже ни на какую там галочку из-за этого тебя не поставит. А вот что касается рассуждений о том, что борода не принципиальная вещь. В нашей религии можно чуть-чуть покороче носить и так далее. Здесь я тебе скажу, ну, для кого не принципиальная, для кого принципиальная. Даже если бы ношение бороды, как ты говоришь, было бы проблемой, и из-за этого на тебя обращали бы внимание, даже в этом случае, наоборот, ты должен был своим примером показывать, что ношение бороды, человек, носящий бороду, мусульманин, не является проблемой. Наоборот, ты должен был быть таким примером для людей, чтобы они на тебя смотрели и думали, оказывается, борода это не проблема. А ты вместо этого хочешь просто подстроиться под конъюнктуру. Это неправильно. Томсо, совет тебе. Отойди от критики и ненависти. Найди себя в созидании и миролюбии. Я понимаю, что это трудно и банально, но именно так Аллах возвышает людей прощения, мужества. Марат Кэм. Вот как раз про это я говорил, что как бы религиозный деятель, богослов у него, ну, или проповедник, у него должна быть работа по созиданию о мире, о добре человек должен говорить, а не только об убийствах. Хотелось бы все-таки посмотреть, вообще были ли какие-то высказывания у Кадырова, о созидании, о добре, о чем-то хорошем. Или он говорил только исключительно об убийстве. А по поводу меня, спасибо тебе за этот совет, я подумаю. Сколько сейчас в Чечне российских войск? Я вообще не в курсе. Видел, что вас и нас терроризируют только ваши. Наши, это, простите, пожалуйста, уважаемые, а кто это наши? Кого ты называешь нашими? Нас, чеченцев, в Чечне терроризируют российские чиновники, российские войска, российские полицейские, российские власти нас терроризируют. Про кого ты, кто это наши, ваши? Поясни, пожалуйста, этот момент. Сколько у нас там в Чечне российских войск, точного количества мы не знаем, но я думаю не меньше сотни тысяч. Так как кадыровских, официальных вот этих кадыровских полицейских, их 20 тысяч. А российских военных, включая Росгвардию и Министерство обороны, их просто море, их в разы больше, чем кадыровских полицейских. Так как в каждом районе есть по одной, а где-то и по две крупные военные части, плюс огромный военный городок на Ханкале, такой же огромный военный городок в Борзое, плюс пограничные пункты на границах. Там очень много российских войск. Томсой, какой смысл было воевать с Россией и отправлять на тот свет 30% чеченцев? По-моему, это было очень глупым шагом и показало незрелость чеченского правительства. Резби, босс, ты так говоришь, как будто бы это был выбор чеченского народа. А что нам делать, если к нам пришли с войной люди нас убивать, уничтожать, порабощать? Мы просто защищались. Война это не то, что мы сами для себя выбирали. Это то, что к нам принесли любые государства, любые общества в этом мире. И именно так адекватно реагируют на пришедшего врага. Никто ему не сдается. А даже если ты сдашься врагу, это тоже не дает тебе никаких гарантий безопасности. Так что мы поступили так, как должны были поступить. Томсо, теперь о серьезном. Надеюсь, отреагируешь не в штыки. Томсо, все, кто живут в Европе, они там именно из-за Кадырова и его действий. А почему тогда все ненавидят Россию? Я, может, не понимаю. Алана Алиева, наверное, ты не понимаешь. Как ты отделяешь Кадырова от России? Мне непонятно. Как в ваших умах эти мысли уживаются? Как вы взяли Кадырова и его отделили от России? Он что, не российский чиновник? Он что, не российский глава субъекта? Он и есть Россия? Он ведь сам вам говорит об этом. Я это Россия, он говорит. Россия это я, он российский генерал, он герой России, он глава субъекта, он любимчик Кадырова этого Путина, Путин его кумир. Он и есть Россия. Поэтому у нас претензии к России. Томсо, каким образом Закаев должен раскаяться, чтобы ты вы объединились? Или ты не из тех, кто прощает чужие ошибки. Я хочу, чтобы ты к нему обратился. Мебель 95. У меня есть отдельный ролик, посвященный теме Закаева. Я думаю, тебе просто нужно его посмотреть. Я там говорю, что в принципе нужно сделать. Не хочу повторяться на эту тему. Томсо, ты видел новое видео обращения Закаева к тебе? Два часа назад загрузил. Он называет тебя братом своим и говорит, что готов с тобой идти до конца. Нет, я не видел. И что-то мне кажется, это какой-то фейк. В России глубокий кризис. Как ты видишь выход из этой ситуации для Чечни и России? Какие пути развития есть? Дудаев в свое время описывал разные пути. Какие у нас с вами есть пути, по твоему мнению? У нас есть только один путь. Это вывод российских войск с нашей территории, российских оккупационных войск. И переговоры, возвращение к мирному договору. И далее все вопросы взаимоотношений у нас должны решаться в формате договора, переговоров. Так как в этом мирном договоре мы же определяем, что все вопросы взаимоотношений мы теперь решаем только за словом переговоров. Соответственно, нужно к этому прийти. Вот наш путь развития. Виктор фон Дом. Здравствуйте, Тумсо. Представим, что завтра с лица земли исчезают Путин и Кадыров, и вы возвращаетесь домой. В Новой Чечне вы захотите быть политическим деятельным или захотите вернуть прежний уклад? Я не знаю. Если подобное произойдет, тогда мы, наверное, и поговорим об этом. Власть Кафырова – это королевство кривых зеркал. Смотришь на все это и понимаешь, ведь ничего нет настоящего. Ложь на лжи. Показуха, хвальба, угнетенные лица людей, дающих интервью, портреты на каждом углу. Полностью согласен. Как говорят в Хоси-Юрте, согласен полный рост. Субтитры создавал DimaTorzok